Приветствую вас, несмотря на то, что в принципе, свой вопрос вы уже задавали и даже выбрали там лучший ответ. Вот почему-то вы задаете свой вопрос снова. На что вам обратил внимание мой коллега, вот, в общем, здесь ваша стратегия немножко непонятна, потому что, ну, раз вы задали вопрос, раз вы выбрали лучший ответ, то, ну, надо было, наверное, с этим специалистом работать и дальше. Так получается немного странно. Ну, поскольку на тот вопрос, который вы задавали и где выбрали лучшим коллегу, я не отвечал, то отвечу вам сейчас на тот текст, который я увидел. Значит, первое. Что такое истинный путь? То есть, истинный путь это какой? Истинный путь это когда, который вы считаете верным или какой? То есть, что значит образумить и, как бы, направить на истинный путь? Почему вы считаете, что есть какой-то истинный путь? Вопрос в том, какая цена у этого пути? И вопрос ответственности здесь стоит очень острый. Потому что, если человек, например, хочет продвигать какую-то модель поведения, если человек хочет продвигать какой-то путь, да, свой, ему это нужно делать только-только за свой счет, не за счет других. Как это происходит сейчас? Ну, вам уже сказали о том, что именно вы научили сына быть тем, кто он есть. Именно вы, на мой взгляд, научили сына не нести личной ответственности за свои действия. Потому что, например, сейчас в том, как ведет себя ваш сын, вы обвиняете его женщину, с которой он встречался одно время, обвиняете, что она научила его, как вести себя с матерью. Но, поверьте, никто не может обучить вас, как вести, никто не может обучить сына вести, как вести себя с матерью, кроме, собственно, матери. Если она не смогла воспитать у своего сына уважения к себе, то, как бы, при чем здесь, ну, другие женщины, да, при чем здесь женщины? Если у вашего сына нет четкого отношения к вам. Вы говорите, что в семье нет мужчины, и приструнить его некому. Какие-то, мягко говоря, у вас корятельные меры, то есть, в крайности, я бы сказал, вас бросают, то, значит, вы ему все позволяете, потому что боитесь, то, значит, вы хотите его приструнить. То есть, тут как-то нужно, мне кажется, отходить от полимеров, и, ой, наоборот, отходить от крайности, и больше стараться все-таки, ну, в сторону полимеров смотреть, вот, именно в сторону полимеров, потому что подобная, ну, поляризованная политика, да, она, на мой взгляд, ничего хорошего дальше не может, в принципе, помните, это, пожалуйста, сделаю. С другой стороны, возникает вопрос, а почему? Ну, собственно, в семье нет мужчин. Ну, понятно, что, например, у вас не получилось построить отношения с отцом вашего сына, это я, в принципе, понимаю, вот. Но, почему не появился другой, условно говоря, мужчина у вас? Чем связано, чем связано это? Чем связано, чем связано то, что другого мужчины у вас нету? Я вам могу сказать, с чем это связано, связано это, в первую очередь, с тем, что вы не можете находиться ни в какой другой роли, кроме роли мастера. И вот это самая, на мой взгляд, основная проблема. Вы и от своего сына требуете, чтобы он к вам относился, как к маме. Вы говорите, к матери отношения не может быть, но вы для него уже давным-давно не мама. В первую очередь, вы для него сейчас, это человек. По сути, ваши отношения, я бы сказал, нереалистичны. Потому что вы требуете от него определенного отношения, вы требуете от него уважения, но при этом, я боюсь, что сами себя вы не уважаете. Я боюсь, что сами себя вы не оцените. Я боюсь, что сами вы для себя не живете. Погнали. Так. Вас тоже тогда, вашему сыну вас уважал. Вот это очень важно. Вы можете сказать, что я хотел, чтобы меня ваши уважали, потому что я его мать и как я такой. Да, вы можете на это претендовать. Но будут ли вас уважать только из-за того, что вы мать? Крайне большой вопрос. Как видите, сейчас этого не происходит. Следующий. Вы говорите, что хотите, хотите, чтобы цель изменилась. Какой ему мотив это делал? Ну то есть, зачем ему меняться? Что он получит цель и так далее. Если обратите внимание, если обратите внимание, то ваш сын так же, как и вы. не живет для себя. Вы можете сказать, ну как это так? Он же, он же только делает, что живет для себя. Насколько вы не живете для себя. Насколько вы не живете для себя. Только он это делает немножко по-другому. Он это делает в другом полице, но он так же не живет для себя. Он так же не относится к себе с любовью. Потому что у него к себе. К сожалению, к моему большому, этой сам-самой любви нет. Так же, как и у вас к себе. Он не заботится о вас и не умеет заботиться о себе, потому что вы не заботитесь о себе. И не умеете заботиться о других. Вы умеете гиперопекать. Да. Это правда. Но гиперопека, это не забота. Гиперопека, это скорее деструктивное поведение. Которое приводит только к одному. К тому, что человек становится не самостоятельным. И вы знаете. Я почти уверен, что вы боитесь в глубине души. Вы боитесь ассоциана. Я почти уверен, что этот страх ассоцианой. И вместе с тем, некий такой запрет, скорее всего, на близость с другими людьми мотивировал вас взаимодействовать со своим сыном именно так, как вы с ним взаимодействовали сейчас. Так вот, если вы на самом деле, если вы действительно боитесь одиночества. То вы делаете все. Подформательно. Чтобы. Ваш. Сын. Был. С вами. Сын. Чтобы он никуда. От вас не делся. Знаете в чем в том штуках. Именно поэтому ваш сын. Ни с кем не взаимодействует. Потому что он привязан к вам. Потому что только вы можете дать ему в полной мере то, что он хочет, то, к чему он привык. Как вы понимаете. То, что происходит. Сначала. При этом он тягатится. Вы тягатитесь. И так далее. Что здесь необходимо сделать? Необходимо в первую очередь учиться жить для себя. Необходимо в первую очередь заботиться о себе. Необходимо в первую очередь начинать уважнять себя. Жить для себя. Общаться с людьми. Заводить на ваши знакомства. Хотя бы друзей. Чтобы они защитили вас перед всем. Чтобы они показали, что есть люди, кто любит вас. Кто не унижает вас. Кто ценит вас. И не даст вас в обиду. Вот это, что вы реально можете сделать. Ну, если конечно хотите. Этому нужно научиться. Это не так просто, как кажется. Понимаешь? И только своим примером. И жесткой личной позицией. Вы можете сейчас чему-то своего сына обучить. Только получив опыт. Только выйдя из зоны комфорта. Сын может изменить свое поведение. И никак. Иначе. Никак. По-другому. Любая идея о том, что сына можно убедить. Какой сын можно воспитать. Является. Приветом. Из. Простого. Когда ваш сын был. Маленьким. Когда ваш сын. Был. Ну. По факту. Таким. Достаточно. Несмышленым. Еще. Что. Правда. Еще тогда он. Научился вас. Не слушать. К большому моему. К сожалению. Если. Тогда он. Не слушал вас. Тогда. Если он вас не слушал. то. Что. По вашему. Эээ. Должно было. Измени. Измениться. Сейчас. Вот. Но. Эти вопросы. Соответственно. Я. Хотел бы. Чтобы. Как следует. Подумали. Над ответом на это вопрос. Я. Хотел. Чтобы. Как следует. Подумали. Потому, что. Момент этот. А. Без изменения вашего поведения, без изменения вашего отношения к себе, ваш сын не изменит свою отношение о модели поведения, от слова «совсем», и это то, точнее это та реальность, в которой вы живете, и это то, на что вам нужно обратить свое внимание. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и не тяните все психотерапии, которая вам нужна хотя бы для того, чтобы выйти из созависимых отношений, в которых вы сейчас находитесь вместе со своим сыном. Субтитры создавал DimaTorzok